С самой комнаты уже начинается. Ну просто удобно, не надо бегать по ночам, как бы никуда. Тепло. Ну как же, топим. Вот. Это уже зелень. Да, котел, паровое отопление. Ну, пытался я вот использовать такую ткань. Вот видите, там лежит под горшками, да, чтобы она... А, черная. Нет, черная эта пленка не дает воде уходить. А на ней лежит специальная ткань. И вот эти шланги, капельный полив, вода. И она насыщает, и как бы растение получается. Но не пошло? Нет, идет. Почему не пошло? Ну вы так говорите, что... Ну, есть проблемы небольшие, да, как бы не сто процентов тут идеально получилось, но труд облегчило, честно говоря. Не надо бегать с кружкой по каждому. А, вот. А через ткань он насыщивается. Да, ткань, как бы она насыщается. Ну это все, это ничего нового, как бы. Ну вопрос не в новизне, вопрос в том, что работает. Да, и в том, что используется, как бы, ну и помогает немножко жизни. Ну вот это вот будет, вот эти вот огурцы будут где-то 10 числа высаживаться, вот это побольше рассада, как бы в два этапа будет высаживаться. И когда вот уже ажай уже будет, ну плюс-минус. Я думаю, что в первых числах мая. О, уже в мае огурцы. Да, да, это нормально. Это очень хорошо. Как в апреле еще никто не получает. Нет, получает Ликс на один человек, ну там у него голландская технология. Они... Ну, впереди. Ну они получают субсидии, они... У меня же все идет, как бы, от себя. Ну им дороже обходится, наверное, еще. Процесс. Процесс. Все относительно. Я не знаю тонкостей, как он построил, за какой счет, кто помог, кто подсказал. А это тоже дорого стоит в наше время. Подсказки, они все даются, как бы, не свыше, а за что-то. И все это так, ну, не так все просто. Так что, а тут все на своем горбу, своими руками, без кредита и без субсидий. Потому что таким маленьким хозяйством, как у меня, оно считается небольшое. В принципе, площадь мне не позволяет, не дает возможность получать какие-то дотации от государства. И я скажу, что... Могло бы быть все лучше. И не от меня зависит. Много проблем. Ну, если это интересно, то, допустим, вот нам очень сильно, допустим, латвийским, вот таким вот маленьким, как я, предпринимателям, крестьянам, мешают поляки. У них производство намного дешевле, то есть у них теплее намного. Если мне приходится топить дровами, то есть деньгами, да, это конкретно деньгами, потому что дрова стоят дорого в Латвии, да, то у них, как бы, сам Бог дает природу. Ну, и плюс у них субсидии... Да, вести недалеко, просто субсидии. Да, недалеко вести, плюс они получают субсидии. Более цивилизованно у них все. У нас, как бы, на крестьянское хозяйство... Ну, на самотек пусть... Выплывешь, выплывешь. Вот таким образом у нас все это. Ну, не насмотря на... Можно так выразиться, да. Ну, несмотря на все, в прошлом году уже в начале мая были своя клубника. Да, своя клубника. Поляки привезли нам только 20 мая. У меня уже 7 мая была своя клубника. Ну, это не основной, как бы, вид деятельности. Клубника. Клубника у нас, это побочный. Просто пробую, экспериментирую. Жена в Англии работала. Как бы, что-то там подсмотрела. Вместе с огурцами и выращивается. Жена в легком виде, уголовно-ненаказуемый. Трансфер технологий. Ну, если так, ну, можно и так, да. Семена, соответственно, сами собираете свои? Нет, семена голландские только. Помидоры свои. И предпочитаю российские сорта. Потому что... Природа, климат. Не люблю я ни ГМО, и что рядом даже лежало с ГМО. Ну, а почему огурцы голландские семена? Там действительно качественные семена. И высокоурожайные, и очень хорошая схожесть. Они это умеют. Гарантия того, что... Гарантия того, что хоть что-то я заработаю. Что вырастет, да. Да, а с помидорами там все-таки они мне не нравятся. По качеству плода самого. На вид очень красиво. А по вкусу уже не то. А по вкусу это не то. Это уже видно, что это уже... Это даже... Ну, это много-то не... Раз ты купил ради любого... Второй раз уже не пойдет. А за огурцами вот идут люди. Мне нравится. Поэтому российские сорта, они... Ну, они очень вкусные, честно говоря. Мне нравятся российские сорта. Ну, вот... Если хочешь... Я поездил тоже, выяснил, что оказывается... То есть я думал, что там... В России... Ну, не знаю, опять же, смотря какой... Ну, тут уж не получается широта здешняя. Ну, здесь как... Там Псков? Да, да, да. Не, ну, Псков повыше немножко. Ну, да. По северному. Это у нас... Ну, как Москва, будем говорить, даже. Москва. Ну, чуть южнее, может быть, так вот. Где-то. Потому что чем дальше к Уралу, тем как... Чуть-чуть. Прохладнее. Да, чуть-чуть. Ну, примерно так вот. По уровню. А клубника уже цветет? Клубника нет. Клубнику мы в этом году... Так как она третий год, мы всю выдрали. А, ясно. И новую. Нет, и посадили новую. Новые усы. Но, тем не менее, она уже растет. Она уже прижилась. А на улице даже еще и помина нет. Да, да. А вот тут такое интересное растение. Это даже... А, это цвет. Это на улице. Это моя жена занимается. Из Китая, да, мы заказывали. Что мы заказывали? Или петунью, или что? Цветы, короче, заказывали из Китая. В Эбэе или... В Алиэкспресс. В Алиэкспресс. В Алиэкспресс. А. И пришло вот какое-то черти что. Ну, вот это говорит о том, что китайцы присылают нам вот через эти дешевые такие легкие. И она вот, кстати, перезимовала. Вот я так и не понимаю, что это за растение. Надо посмотреть будет в интернете. Ну, какая-то капустка. Просто мы не стали вырывать. И вот это растет. А зелень? Там всякая петрушка, укроп. Это кто-то... Или у всех свое просто. Нет. Очень слабенький рынок стал. Во-первых, очень много народу выехало с Латвии. У меня даже... Я скачал счетчик такой, да? 2 миллиона 900 и 300 тысяч было в 51-м году. Ну, до 91-го года население росло. Да? Стоп, стоп. Нет, миллион... Ой, я соврал. 2 миллиона, да, это вот 600 тысяч. Это было в 91-м году. В 51-м году был миллион 900, да? То есть росло. Да, это после. Да, на 700 тысяч. С 91-го года по наши дни, да, опять сократилось на уровень 51-го года население. И каждый день население Латвии убивает на 63 человека. Минус. То есть эмигрирует и разница в рождаемости, и смертности. Это так для себя. Я, кажется, каждое утро смотрю. Просто не скажу, что за державу обидно. Это не моя держава, как бы. Но волей судьбы я оказался здесь. Вы уже понимаете, что я тоже русский человек. Вы чувствуете по разговору, наверное, да? Когда-то так получилось, что дядя мой после войны, оставшись без ноги, закончил медицинский ленинградский институт. Его направили в Латвию. Мать моя, в общем, семья разрушена, с блокадой родителей погибли, да? Мать моя поехала за Ленинград на сложный бумажный комбинат. Тетя была выслана в Сибирь, так как она преподавала в школе. При немцах. И вот дядя всех сестер пригласил. Давайте вместе будем жить, так как родители наши погибли в блокаду. И вот так попали в Латвию. Мне был год, да? И, ну что, год. Ну, не мой выбор был ехать в Латвию, да? Но, тем не менее, я не гражданин, не достоин, как бы. И тем более, я ребенок годовалый, да? Уже, видишь, я сознательно оккупировал. Ну, получается так. Да, и вот так сюда попал. Ну, говорю, конечно... А говорю то, что наболело. Чувствую эту несправедливость, поэтому говорю. Говорить такие вещи вообще не стоит. Насколько я чувствую сейчас ситуацию в Латвии, да? Вот такие вещи говорить не стоит. Не понимаю, не понимаю. В Китовской области, да, вот, которые находятся. Сейчас где-то, ну, дай бог, 400 наберется. На половину. На половину. Сократилось население. У меня сын уже 11 лет в Англии. Ага. Дочка поехала в прошлом году тоже в Англию. Прекрасно зарабатывает, прекрасно живут, ни в чем не нуждаются. Девчонка, ей 18 лет, да, вот они сейчас с парнем там. Они успели... Она поехала в октябре. Вот сколько тут прошло, да? Ну, совсем немного, да, будем говорить. Они уже купили себе машину, снимают квартиру, обставили квартиру, все удобства, ни в чем не нуждаются. И мне присылают еще деньги. Понимаете? Но это не Лондон, это что-то... Это нет, это сельская местность, они заработают на грибах. Она просто хотела поступить, здесь на медсестру учиться. Там 7 баллов был проходной, ей там чуть-чуть не хватило, но да. И решили, чтобы время не терять, поехать подзаработать и идти уже как бы... Ферма грибная ферма. Да, грибная ферма, работает. Она под сотню зарабатывает каждый день, фунтов. Да. Да. Две тысячи набегает. Да. Ну, да, там, конечно... Минус налоги еще большие, конечно, наверное. Ну, налоги, да. Нет, налоги, ну, да, ну, как большие. Если вдвоем, опять-таки... А-а-а. Вдвоем заработают. И как-то за... Ну, да, квартиру... Снимают... Нет, квартиру они снимают в доме на 4 семьи. А-а-а. Плотят они... Тоже оптимально. По 250 с человека. Ой, хорошо. Это очень хорошо, потому что за караван дороже выходит даже. Ага. Дай бог. Я доволен, я спокоен за них. Здесь бы я переживал, честно говоря. Как чего. Делать с нечего. Как чего и что и нет работы. Ну, а если есть работа, то за копейки ты просто будешь здесь как бы не жить и существовать. Концы с концами сводить. В лучшем случае. Ага. Ага. Ну, и радоваться тому, что хотя бы это есть. Ну, ладно, мы вообще от темы ушли. Ну, как сказать. Ну, как сказать. И опять же, грибы, считается, меняется, потому что в России, знаете, волнами. Вот сейчас я наблюдаю, уедут, приедут. Уедут, приедут. Ну, люди ищут свое место, скорее всего. Мест, он иногда бывает такой, что вокруг себя потом создают что-то такое, что и рабочие места, и... Все-таки привозят идеи. Деньги и идеи привозят. Деньги и культуру... Да, 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 да. То есть что-то. Земля кому нужна? Большой мужик? Земля нужна европейцам. Почему? Это дешево по сравнению с их ценами. Природа неплохая. Угу. Почему бы и нет? И все равно Европа. Как бы. Ну, да. Люди вкладывают. А почему держать, когда идет инфляция, все падает, курсы валют, все нестабильно. А это уже гарантия того, что, ну, ты остаешься на плаву со временем. Так рассуждают некоторые. Ну, я так рассуждаю. Ну, может, кто-то из других там побуждений покупает. Ну, да, но практика показывает. Вот в Голландии или в Англии не надо. А тут, чтобы работать с химикатами, которые опрыскивают просто помидоры, надо три месяца курсы пройти, деньги заплатить, и ждать еще, пока привезут. Или это чудовники себе рабочие места создают. И как бы вот это все волоки только не те для того, чтобы видимость работы создавать, как они все молодцы стараются. Но на самом-то деле результат-то совсем не очень. Ну, вообще, вот финансово, получается, их надо купить, опрыскать. То есть это отвредители или больше для роста? Отвредители, отвредители. Просто, ну, честно говоря, занимаясь теплицей, даже очень, если ты хочешь, то не получится. Потому что теплица – это большое количество растений. Ну, как ты, чем ты там, все равно придется. Ты будешь выдерживать. Даже монокультура. Или загубишь ты урожай сегодня. Ну, эти растения, они восприимчивые. Тем более тепличные, они очень такие ранимые. Первый подход не работает внутри теплицы, получается. Какой? То есть там пермакультурный. Ну, там посажали огурцы, потом рядом с ними там какой-то снов. Силоборот вы имеете? Ах, вот нет. Сидираты, бла-бла-бла. Ну, понимаете, это красивые слова, но я думаю, что, во-первых, нет. Это будет очень дорого. Это большой риск, что это все погибнет. А в-третьих, экологически чистые продукты, они, может быть, где-то в Риге длинного количества населения и востребованы. Но рядовой человек, допустим, в Латгалии, он смотрит, в первую очередь, на цену. Потому что не до жиру, а быть бы живым, вот и все. Не могут люди себе позволить питаться нормальным, хорошим, качественным товаром. Простой пример. Насчет цены Латгалии и Рига. В Риге клубника стоила 15 евро килограмм первая. Я здесь за 7 евро очень с большими проблемами мог продать. Ну, столица и не столица. Столица, не столица. Кушать хочется везде, понимаете, людям. Вопрос заработал. В столице ты живешь, не в столице. И, допустим, если я вложил иную сумму и там вложил иную сумму, ну, чем я хуже? Почему я должен зарабатывать меньше? Почему я должен кататься по плохим дорогам, по грунтовым? Ну, да, это все там, в ситуации. Ведь налоги я плачу одинаково. Почему? Почему такое отношение? Показуха где-то. А здесь же, видите, как, знаете, может и до вас когда-нибудь дойдет. Но я сомневаюсь. Это все. Ну, так вот. Ну, плюс, да, еще плюс национальный фактор, что... Ну, национальный фактор, я бы не сказал. Это как-то разыгрывается просто для того, чтобы списать какие-то свои глупые решения. Скорее всего. Да. Ну, пойдем покажу теплицу, если... Так. Ну, в этом году, в общем, это весной, это все очень рано. На грядках она еще даже не трогается. Вот где-то будет, ну, в десятых числах мая, здесь уже будет клубника. Это голландский... Сено, сено не или потом появляется? Как-то... Сено? Что это? Ну, смотри, там ягоды или подстилка под... Нет, ну сейчас рано мультировать. Вы имеете в мультирует скучку, да? Да, да, да. Это никто не делает весной рано вообще, потому что это глупо. Это надо сперва дать почву прогреться. А это не даст. Понятно. Задержится. Конечно. Вот и тут в этом году тоже клубника будет в мае. Да, тоже будет в мае. Да, но в прошлом году уже тут, ну, это новая еда, а потом в этом же самом... Ну, мы ее просто как уплотнитель сажаем. Здесь будут расти огурцы. Просто одно другому не мешает. Разумно используется площадь. Вот все, уплотнение. Никто не занимается вообще это все, как бы это все вопреки теории. Вот это вот. Вот такое. Ну, смотря какой. Теория сейчас развелась. На плоды дает и деньги тоже какие-то приносят. Теории, которые существуют. Такое уплотнение. Ну, вот. И... На морокке, на морокке стопка я просто смотрю, что да. Ну, топить надо. А иначе ничего не будет. Ну, понятно. Иначе ничего не будет. Ну, так все. Ничего такого. Современного сверху. Ну, я считаю, что не хуже голландского. Я, допустим, мог за тысячу евро построить вот это все, да. Заказал бы я у поляков, они строят. Но это стоило бы 6 тысяч. Ну, разница есть. Просто немножко мозги, голову включить надо, как бы поломать немножко, ну и построить. Из подручного. Из подручного тебе, да. Ну, как с подручного, пленку ты сам не делаешь. Пленка, да, все равно. Да, все равно, как покупаешь, но тем не менее, накрыть надо и... Вот в этом плане. А кредиты какие-то брать, это... Мороки больше. Нет, я раз обжегся. Это нереально. Работать на банк, это глупо, я считаю. Нет такой отдачи, что ты вложил, и, допустим, там отбил за сколько-то время, резко там и банку хорошо, и тебе не получается. Получается, хорошо только банку. Такие вот дела у нас. Ну, вот, посмотрели, как... А чтобы хвастаться нечем, таким, ну... Хозяйство. Ну, хозяйство, да, хозяйство.